приветствую вас друзья рыболовы с вами владимир николаев и сегодня мы поговорим о таком интересном девайсе как стационарный маркер и не продаются брендовые стоят в районе 10 тысяч рублей есть чуть дешевле есть чуть дороже но мы сегодня поговорим о самодельном как его сделать в несколько раз дешевле этот девайс поможет карпятникам да вообще рыболовам которые ловят карпы и другую рыбу в завоз вот его предназначение простое он стоит определенном месте на дне а макушка выходит из воды и у вас есть ориентир по которому можете либо забрасывать либо завозить оснастки соответственно там постепенно кормите чаще всего их конечно используют в трофейной ловле ловли на диких водоемах в принципе на коммерческих можно вот когда и длинные сессии когда нужно долго кормить достаточно точно кормить этот девайс очень актуален и так давайте собственно начнем как же его сделать я долго носил эту идею и все до мелочей продумал я думаю что это будет очень полезно значит первое условие для данного маркера у меня было такое чтобы он имел возможность наклоняться для чего это нужно мы часть часто ловим около кормовых пятен да там два три метра вправо влево за да и тот момент когда рыба клюет она же может обогнуть этот маркер правильно даже замотать за него и чтобы было проще лески сходить этот маркер должен был наклоняться поэтому за основу был взять такой вот блин металлический внутри с конусом примерно под 45 градусов диаметр его в районе наверное 12 сантиметров ровно 12 отверстие посередине и высотой 5 весит он примерно один килограмм этого более чем достаточно чтобы он уверенно стоял на дне в любую погоду и никуда его не сдвинуло дальше чтобы реализовать идею собственно наклона мы взяли вот такие вот рулевые рычаги он на шарнире аккуратненько одевается на короб полипропиленовую трупу соответственно вставляется вниз здесь есть отверстие которое вы можете либо обычной шпилькой зафиксировать либо заводное кольцо просто обычно отключают одеваете все он вас фиксируется видите имеет угол наклона более чем наверно 45 градусов когда он стоит вертикально все отлично если карп не дай бог заводит он будет наклоняться и лесочка спокойно выйдет его назад дальше выпрямиться теперь собственно по самим трубкам это полипропиленовая труба стоит копейки если найду точную ссылку там и какой-то любой строительный магазин я там оставлю тоже своем городе найдете значит основное требование к данным прутам было следующее то что были они достаточно толстые чтобы можно было в них зафиксировать соединительные части и второе то что он должен быть относительно гибким почему потому что вот я столкнулся с такой проблемой и сломал человеку маркер когда мы заплывали на лодке и нам нужно было поставить маркер в районе 6 метров у меня были три части по 2 метра когда уже подплываете к точке куда вам нужно маркер установить я его опускал и так как он был достаточно жесткий механизм и он соединялся просто напросто лопнул эти трубки имеют очень хорошую гибкость и при этом достаточно крепкий я просто вот так вот с лодки отпускаю спокойно и он меня идет на дно я следующие части скручиваю и так вы можете соединить любое количество которое вам необходимо что касается соединительных вот этих вот деталей здесь вам придется конечно обратиться каким-то токарем знакомым привести сами владеете вообще замечательно то есть смотрите нас на одной метровой трубки имеется две этих детали 1 с внешней резьбой 2 с внутренней понятно для чего да чтобы мы могли их друг с другом бесконечное количество скручивать за под любую глубину мне очень грамотный человек подсказал как их правильно спроектировать изначально я хотел ну примерно такого же размера резьбу до чтобы была надежная фиксация но он говорит зачем тебе это нужно ты будешь на лодке сидеть и закручивать это 20 минут достаточно оставить резьбы это сантиметр-полтора а дальше в виде такого стержня удлинителя соответственно в этой части у нас идет такое же отверстие мы сначала высовываем площадь соприкосновения данный излом у нас больше а дальше вот буквально там 67 оборотов его фиксирует все вот эта часть очень жесткая и очень прочная потому что она не только на резьбе держится но еще суда дополнительно входит этот этот стержень из чего их делать есть много различных видов жесткого пластика с которого можете заказать у любого токаря там на авито есть услуги различного рода то есть сколько вам их нужно уже сами смотрите фиксируются эти детали примерно на пять сантиметров внутрь трубки соответственно они должны быть вытащены по внутреннему диаметру трубы предварительно ее проклеив нагреть феном и максимально плотно посадить чтобы она уже дальнейшем у нас не прокручивалась я очень также грамотно просчитал все чтобы эти соединительные части при скручивании имели одну так один ровный диаметр внешней трубы ведь у нас лески не за что вообще зацепиться все идеально ровно идеально гладко это было было моим скажем так второе основное условие изготовление этого маркера чтобы все было идеально гладко ничего нигде не цеплялась да еще важный момент забыл сказать о том что они запрессованы заклеены идеально внутри пустота и вода да никаким образом попасть не может за исключением вот это то есть идея была какая есть в нашей глубине как допустим да вот как у нас сейчас 330 я соединяю первую часть с наклонной затем прикручиваю обычную трубку а третью устанавливаю вот с таким вот выдвижным поплавком когда мы бросаем маркер он у нас сначала падает тонет вода попадая внутрь начинает поплавок выдавливать вверх и вот этот верхняя часть макушка оказывается на поверхности очень прикольная идея отлично работает это тоненькая алюминиевая трубка диаметром 10 миллиметров она с двух сторон запрессована с этой стороны как уже сказал поплавок вы можете там на свое усмотрение еще угодно его сделать этот жесткого пенопласта из которого зимние удочки делают а вот с этой стороны все намного сложнее то есть с нижней стороны у нас имеется заглушка поплавок диаметром 14-15 миллиметров и где-то два сантиметра в длину видите он спокойно ходит но выйти до конца не может как это все реализовано сейчас стараюсь рассказать словами значит у нас диаметр этой трубки 20 миллиметров толщина стенок 2 миллиметра соответственно внутренний диаметр у нас 16 миллиметров нам нужно оставить там еще зазор для того чтобы вода смогла мог свободно проходить из без всяких сопротивлений вытолкнуть наш поплавок то есть диаметр поплавка должен быть меньше чем 16 миллиметров но при этом он не должен выйти соответственно вот здесь вот видите сделано такая сантиметровая дополнительная часть меньшего диаметра для того чтобы просто тот поплавок 15 миллиметровый не смог выйти вот и все соответственно что мы имеем у нас есть нижняя часть которая крепится всегда самый низ потому что у нее шарнирный механизм внизу следовательно дальше у нас идут промежуточные стыки их может быть у вас сколько угодно зависимости от той глубины которых вы рыбачите здесь у вас 10 метровой глубины значит делайте себе там 10-12 штуках и соответственно верхняя уникальная часть ее отличительная особенность наличие поплавка и вот это вот выдвижного механизма если не хотите вот эта штука заморачиваться ну как бы реально сложно ну очень круто делайте себе дополнительно там по пол метра чтобы вы уже более точно смогли настроить его непосредственно водоеме под конкретную глубину но не советую я вам прям тык-притык все настраивать запас обязательно должен быть и основная собственно идея вот этого механизма выдвижного было еще в том что он дает вам дополнительно сохранность скажем так был случай у моих товарищей когда они приехали на водоем и поставили маркер на верхнем свале там был свал где-то там сантиметров 70 до они поставили маркер сверху и когда тащили рыбу он зацепил за маркер какое-то там расстояние него протянули все рыбу вывели маркер сполз и он стоит под водой они его не видят все они искали там все что-то не делали там маркер леон леоновский по моему стоит порядка 8-9 тысяч но все в воде так и остался они вот так до сих пор ты и найти не смогли вот поэтому если этот маркер куда-то там в ямку сползет ну хотя бы у меня есть небольшой запас метра дополнительного да знаю были случаи когда уровень воды постепенно подымается если вы оставил маркер 10 сантиметров там дату но ночью можно проснуться и уже он будет у вас под водой а этот будет пустить потихонечку потихонечку подыматься но конечно до определенного предела вот друзья я думаю что идея это имеет место быть я очень доволен реально по надежности вообще никаких проблем эти механизмы соединительные сами трубки казалось бы да там копейки стоит но оказались очень очень практичными на этом принципе друзья все спасибо всем за просмотр если видео было полезно не жалейте лайка есть у вас какие то есть свои мысли идеи как его еще больше доработать пишите в комментариях под этим видео всем пока и удачных друзья вам всех рыбалок